Ну, я спою из Булины начало Ивана Терентьевича Фофанова, Замитого, Пудушского сказителя, Скупецкого озера. Там был когда-то целый куст таких сказейских деревень. Оттуда много было и Ремезовы, и Фофанов, и Прохоров Никифор там жил, и Сахатарова Мария. Много имен оттуда было известных. Но сейчас ничего не осталось, к сожалению. Вот и Булинка такая про Добрыню. Это, как говорят ученые, контоминация. То есть такая многосюжетная... Ну, здесь три сюжета. История про богателя. Бывали известны случаи, когда даже там до семи сюжетов сплетали подряд. Так в такой сериал, что ли, в одном произведении этот про Илью такие есть. Там вся прочесть жизни или Муромца от рождения, и его там все подвиги. Вот тут три таких эпизода. Но они цельные, они в одном как бы ключе, в одном характере тем более. Ну, Добрыня – это боярский сын. Он, поэтому не надо удивляться, что едет играть в шахматную доску. Шахматы на Руси, как говорят археологи, с 8 века известны по археологии. Вот. Игра действительно древняя. Но там, конечно, правила не описываются, но играет он в шахматную доску, едет играть. Вот. Ну, а первый начинается, конечно, с неудачливой охоты, как завязка богатырских приключений. Силушку девать, так сказать, некуда. Ведь надо понимать, что богатый – это человек, оснащенный огромной силой, которой нужен выход. Ну, вот как в молодости, да, люди безумствуют часто от избытка сил. А тем более богатый, когда у него палится 40 пудов, ищет подвигов, ищет себе применения. Вот. И находит. Поле чисто большое. Вот. И всегда найдется, чем богателю позабавиться. Но окончается, пока он играет в шахматы, Алеша Попович святается к его жене Настасии Миколюшиной богатырки. Богатырши – дочери Микулы Селениновича. Их было две дочери. Одна была Наталья Миколюшина за Ставром Годиновичем, другая вот за Ильей, за Добрыней Никитичем. И Добрыня, узнавши, что от голубков, голубки там прогуркивают, ему рассказывают, то он узнает, что жена замуж пошла, и туда ехал три года, обратно в три часа доскакал, побил Алешу, со свадьбы выгнал. И так у них семейная жизнь опять наладилась, наверное. Вот. Это общий сюжет. Ну, начнем. Добрыня, как и был и да Микитинич, а русский ведь могучий он богатырь был, являлся-ка Добрыня за охотою, а шел, как и он, в палаты билокаменный. А Добрыняшка, да Микитинич, а одевал, как и он, одежду военную, а доспехи и он богатырьский. А шел Добрыняшка на широк двор, шел, как же Добрыня, ко добру коню, отвязывал Добрыняшка добра коня, от столба, как и он, от очоного. А от кольца ли то Добрыня золоченого, становил то и он коня ли осеред двора. Стал добра коня, и он заседлывать. Ну, потнички, и он клал и да на потнички, под пружки кладывал, Все на под пружки, седелко кладывал и на седелышко, Черкальское седло на верех кладывал. Не ради он красы басы, как и он и для укрепости, Для укрепы и он богатырьскую, а для пояски еще и он и молодечкою, А Добрыняшка да Микитинич, а брал, как и он, копьё ли долгомерное, А за плеча кладывал и он туго и то лук, брал, как и стрелочки, да калёны. А полечу, и он брал его сорок пут, а Добрыняшка да Микитинич, А ехал из чоёны к осенью морю, ехалка Добрыня за охвотою. А приезжал, как же Добрыняшка Микитинич, приезжал той он да к осенью морю, Выходил Добрыня с Добраконя, отпускал Добрыняшка Добраконя, На тыю, на травку нашелковую, на тыели, чветочки на лазурёвы. Ходил, как тут Добрыня осенью морю, ходил, как тут Добрыня за охотою, Не мог убить ни гуся, ведь ни лебедя, не мог убить ни серого утёнышка, Добрыняшка, и он шёл тут ко добру коню, садился из чоём тут на Добраконя, А ехал, как Добрыня, в свою сторону. Приехал же Добрыня ко чисту полю, в чистом поле стоял, ведь тут сырой же дуб, На дубу тут как сидел черной ворон. Добрыня снял с плеч тугой свой лук, окладывал, как стрелочку калёную, Хотел убить он черного ворона. Черной ворон ему тут проговорил, языком он, как было человечим. Добрыняшка, как ты, ведьми Китинич, не бей меня, как чёрного ворона, Ворониным мясом не наище, ведь на воронином пухе не наспаться, ведь Ворониным пёрышком не тешишься. А ить-ка ты на горушку высокую, на шелома, как ища, было на искатнии, Там стоит шатёр белополотняный. Добрыняшка, как было ведьми Китинич, приоправил ён коня до нуньку доброго, А ехал ён на горушку высокую, на шелома, как тут да на искатнии. Приехал же Добрыня ко белу шатру, выходил Добрыня с добра коня, Привязывал коняй он ко белу шатру, заходил Добрыня в обелой шатёр, В обелом шатри стоят столы, ведь тут дубовые, На столах то скатерётки нунь шелковые, А есь в ануньку были тут сахарни, А питьева были тут медивяные, Фальшивые тут надписи подписаны, Ну кто в этот шатёр и да и зайдет нунь, Тому-то ища живу не бывать. Добрынюшка, как было ведьмике тянить, Не столько ил допил, сколько и в ногах стоптал, А всё, как вошатри, да преломал, А эти подписи да оторвал. Добрый молодец, да и он и спать залёк, А спит и он молодец, как трое суточки, А спит добрынюшка, не пробуждается, Над собой то и он невзгоды не начается, Наехал смелый олёшенька поповинить, Наехал тут Олёшка на добром кони, А видит он добрыню в обелом шатри, А убью-ка я добрыню добра молоча, А что-то молодец тут призадумался, Смелый он олёшенька поповинить, Ну, сонного мне бить, да будто мёртвого, Нечесть хвалам не будет богатырьская, Смелый он олёшенька поповинить. А тыкнул он добрынюшку микитинца, Копьём то и он да долгомерным, В острым копьём даёт он тупым кончём, А тыкнул он его да во белую грудь, Вот-то-го-то удару пробуждается, Добрынюшка, как было ведьми китинец, А выскочил он в беленькой рубашечке без поясу, В тоненьких чулочках он без чёботов, Со своей то и он со палицей, Как тут сорокопудовую, А тут и он и богатыри схватилися, А тут, как он, и драться ведь сразилися, Олёшка ведь дерётся на добром кони, Добрынюшка пехотою поскакивает, Не в чём-то он, Олёшка, не уваживает, Дерутся так ведь русские богатыри, Дерутся так йоны до трое суточки, Не едаючи йоны, ведь не пиваючи, Отдыху себе ведь не даваючи, Услыхал, как их кадраку богатырьскую, Старый казак ведь Илья Муромеч, И халтут йон на добром кони, На драку йон, как богатырьскую, А к русским могучим богатырям Говорил йон таковы слова, А русские, как нунь с татарами сражались бы, Убили бы йоны татаров три часу, Наверно, как ведь русские богатыри сражаются, А дерутся так йоны до трое суточки, Одна земля мать подрагивает, Ну, наехал йон на драку богатырьскую, Старый казак да Илья Муромеч, Наехал тут йон на добром кони, Захватил добрыню во праву руку, А Олёшку захватил йон во леву руку, Говорил йон русским богатырям, А русские могучие богатыри, О чём вы дерётесь, ну-нь куратитесь, Говорил, как тут, Олёшенька, поповинить, Старому казаку да Илье Муромчу, Ну, старый казак ты, Илья Муромеч, Как же мне не драться, ведь не ратиться, У меня поставлен был шатёр белополотняный, Во шатри, как есь во тут налажены, А есь во были тут сахарни, Добрынюшка, как было ведьми Китенич, Заехал вот тот же во белой шатёр, Не столь кил допил, скольки в ногах стоптал, А всё, как во шатри, йон преломал. Говорил добрынюшка Микитенич, Старому казаку да Илье Муромчу, У смелого Алёшки, у Поповича, Шатёр то был, то нунь поставленный, Во шатри, как есь во тут налажены, Фальшивые тут надписи подписаны, Ну, кто в этот шатёр, да и зайдет, нунь, Тому-то ища живу не бывать, Поэтому не столь кил допил, Скольки в ногах стоптал, А всё то воша три я приломал, А эти подписи фальшивые я оторвал. Говорил тут старый казак, Ведь Илья Муромеч, Говорил добрыни, йон Микитенцу, Спасибо ты, добрынюшка Микитенич, На чужом дому да не уваживашь, А ни в чём, как ты, не упадываешь, А будь-ка ты, добрыня, старший брат, А будь-ка ты, Алёша, нуньку, младший брат, Будьте вы, как братья, нунь крестовый, А тут йоны богатыри, как нуньи поразъехались, Со этой было драки богатырьскою, А вся, кто было, ихал в свою сторону. Ну, вот такая, наверное, треть блинки. Говорят, что, мол, Рябинин не успел, Трофим Григорьевич, неполный вариант, И что там ничего не происходит, Дальше они там должны, вот, Объединившись уже, Вольга с Микулой, Князь с Пахарем, Ехать этот, Он помогает мужик, так сказать, Князю Дани выбивать, так сказать, Из городов, которые ему в кормлении отданы, Вот, и там он побивает этих мужичков, Разбойничков, И, в общем-то, содействует, как бы, Вот такому кормлению князя, И, мол, это было, как бы, чуждо Северному крестьянству, Не знавшему, в принципе, Ни феодалов, ни князей, В таком, именно в угнетающем таком, Но платили оброк, Так сказать, Подати, Но лично не зависели, И вот, мол, это Отсеклось, так сказать, Ну, может быть, и так, да, И нужно сказать, Как ничего не происходит, Происходит меренье вот этой Мудростью, меренье силой, Меренье своим предназначением на земле, Это главное в этой булине, На самом деле, И там и юмор присутствует, Который уже непонятен тем, Кто не пахал, не держал соху, Почему Вальга Не может со всей дружиной, Его дружина не может Удернуть сошку из земли, И в чем там, так сказать, Почему это повторяется, Пять воинов не могут, Десять не могут, Двадцать девять, Тридцать без единого, Потому что так, По законам физики, Если, допустим, Вы тяпку глубоко вонзите, Или косу стойку воткнете В какой-нибудь деревянный столб, То ее так за рукоятку не вытащишь, Надо схвататься за место, Так сказать, У ножа косы, Или у сахи, Надо за ручки брать, А они берут за длинные оглобли, За обжи, Видимо, там обжи охватывали всю лошадь, И чтоб можно было Тридцати человеком-то взяться, И тянут не за то место, Так можно сломать просто, Но вытащить сложного, И это, кто саху держал, Тот это понимает, Так и тут Микула, Его сила вот эта, Который ведь даже известен сюжет, Когда он сильнее Светогора, Он по одному из версий Несет эту трубочку Со всей земной тягой, А Светогор не может ее даже, В общем-то, Приподнять, Уходит кровавым потем, Покрывается и уходит По колено в землю, Не может даже эту сумочку поднять, А Микула ее бросил, Да вот, говорит, подними, Вот, потому что сила, Как князь, Он не понимает, И дружина его хоробая Теряет эту силу свою, И мудрость, да, Она, ну так-то, Если бы покумекала, Поняла бы, как суху взять, Но они, ребята, горячие, Надеются на свою силу, Удалые, Вот, и тут много, короче, Гораспектов, Ну, в том числе и такой, Что это могли быть и бог земледелия, И бог охоты изначально Встречаться, И, ну, потом это стало Князь и Пахарь, Но Пахарь удивительно свободный, Конечно, Ну, и что характерно, Почему эпос исчез в центральной России, Он исчез, видимо, С видением, С усилением крепостничества, Рабы эпос не поют, И Пролетарий тоже, Пролетарий – это раб станка, Как бы цепи, У него пролетарское сознание И цепи ничего нету, Вот, Он поет частушки в основном, Ну, песни там короткие, бодрые, А эпос поют люди свободные Во всех смыслах, Но не свободные, конечно, От Господа, У них только бог и природа, да, Это вот тоже из репертура Рябининых, И пели все Рябинины, Пели по-разному, Все четыре поколения, С вариациями, Со своими и содержанием напела, Ну, это, конечно, По Ивану Трофимовичу, Первый, от которого были записаны Именно аудио, так сказать, Записи сделаны из Рябининых, Вальга и Микола. Жил Святослав девяносто лет, Жил Святослав, Теперь оставился, Оставалось от негоды Тя до милое, Молодой Волегады Святослав Гович. Стал Вольга растеть, Матереть, Похотелось, А Вольгиды много мудростей, Щукой рыбой уходить, Ему во синих морях, Птицей соколом летать, Вольги под оболоки, Рыскать волком в очистых полях, Уходили то все рыбушки В глубокие моря, Улетали то все птички За оболочки, Убегали то все звери За темные леса. Стал Вольга растеть, Матереть, Його сокол родная дядюшка, Славный князь Владимир Стольник и Йовыской. Жаловал Його трема городам И все крестьяновске мы. Первый город Ивурховец, Другой город Ореховец, Третий город Крестьяновец. Молодой Вольга Светославгович Собирал Собе дружинушки Хороброю, То он тридцать молодцев Да без единого, Самоще Вольгады Во тридцатьях. Садились на добрых коней, Поехали по этим городам, Да за получкою. Молодой Вольгады Светославгович Выехал в раздолье Чистополе Со своей дружинушкой Хороброю. Йон услышал Во чистом поле ратоя, А орет в поле ратой Понукивает, А у ратоя то сошка Поскрипывает, Да по камешкам О мешики Прочиркивают. Ехал Вольга День до ратоя, Со своей дружинушкой Хороброю, Да не мог ратоя В поле наехать. Ехал Вольга Другой день, Другой день с утра До вечера, Да не мог ратоя В поле наехать. А орет в поле ратой Понукивает, А у ратоя то сошка Поскрипывает, Да по камешкам О мешики Прочиркивают. Ехал Вольга Ища третий день, Третий день с утра До победия, Со своей дружинушкой Хороброю, Йон наехал Во чистом поле ратоя, А орет в поле ратой Понукивает, С края в край Боростки пометывает, В край он уедет, Другого не видать, То коренья, Каменья Вывертывает, А великий Йон каменья Все в борозду валит, Ура-тоя кобылка Соловенька, А ура-тоя сошка Кленовая, Гужики на сошке Шелковые, А рогачик То у сошки Красное золото, О мешки на сошке Булатни, А присошечек На сошке Чисто серебра, Ура-тоя глаза, Да ясно сокола, Бровы у него Ведь черно-соболи, А ура-тоя кудри Качаются, Что не скатин ли Земчук рассыпаются, Говорит воль гада Таковы слова, Божия, Божия ти помочь, Оратаюшко, А ворати да пахати Да крестьяну вати, С края в край бороздки Пометывати, Говорил оратай Таковы слова, Да поди-ка ты вольга Святославгович, Мне-ка надо воно божия Помочь крестьяновать, А далеколь вольга Едешь, Куда путь держишь Со своей дружинушкой Хороброю, Говорил вольга Да таковы слова, А еду к городам Я за получкою, К первому к городу Когурьёвчу, К другому-то городу Ореховчу, К третьему городу Крестьяновчу, Говорил оратай Таковы слова, А недавно был я в городе Третья годни, На своей кобылке Соловенькой, А привес от тульсоль Я два меха, Два меха то соли Привес по сороку пут, А живут мужички Там разбойнички, Йоны просят грошов Подорожных, А я был шалыгой Подорожную, Оплатил я им Гроши подорожные, А кой стоя стоял, Тот и сидя сидит, А кой сидя сидел, Тот и лежа лежит, А кой лежа лежит, Тому и встать не в мочь, Говорит вольга тут Таковы слова, Ай же оратай, Оратаюшко, А поедем-ка со мною Во товарищах, По этим городам За получкою. Ну вот примерно половина, То есть он его Понял, что такие кадры нужны, Которые там разбойников Пробивают, И вот решил взять его с собой, Не надеясь очень-то на дружину. Ну вот такие Фрагменты. Фрагменты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова